Ну что, доигрались? Пугливые нас не касальщики, в политику не совальщики. Сейчас вас будут грубо брать за шкирняк железной государственной рукой и отправлять на жесткую прожарку в Украину, потому что крыса уже бегает по потолкам бункера и требует не допустить успешного наступления ВСУ, потому что Герасимов срется кирпичами, а Шойга прикидывается таежной корягой в преддверии больших звездюлей по шерстяной фашнявой морде. А как красиво вас уделывает пропаганда, просто ж загляденье. Делай раз, делай два. 31 марта в Госдуме опровергли возможность вручения повесток через ресурс Госуслуги. А уже 10 апреля та же Госдума решила уравнять бумажные и электронные повестки. Чувствуете железную руку в шерстяной промежности? Нежные куколки! Отныне любой, кто в течение недели не отреагирует на электронную благую весть от военкома, будет поражен в правах, станет невыездным, лишится возможности продавать и покупать недвижимость и брать займы, а также управлять транспортным средством. Это называется принуждение к войне. Как вам такое, волосатики? Или опять не коснулось? При этом Песков убаюкивает, что никакой мобилизации не будет. И как думаете, что произойдет через 10 дней? Чем ближе час икс, тем истошнее истерика. Путлофюрер завис над красной кнопкой, уже тысячу раз прокляв себя за то, что не применил ядерку в самом начале вторжения. Ведь тогда Запад еще был не готов, и в милитаристском уравнении было много неизвестных. И такой дерзкий ход мог бы реально шокировать европейских политиков, поколебав их решимость в деле поддержки Украины. А теперь все. Что из себя представляет вторая армия мира, уже известно. Каков экономический потенциал пещеры, тоже ясно. Кто такой великий русский народ, вообще ни для кого не загадка. Никто ядерных воплей уже не боится. Хуже того, еще и подначивают, ну и где же твой начесанный Искандер. Расчехляй, куколт пляшивый. А ведь изначально все было очень просто просчитать. Не может территория с двумя процентами мирового ВВП победить коалицию с шестью десятью процентами мирового ВВП. Такое просто невозможно. И нужно быть конченным сумасшедшим, чтобы ринуться навстречу паровозу со словами «Я не могу проиграть». Но подзаборный дзюдоист-чмошник так уверовал в свою богатырскую удаль, что мифы об исторической миссии помутили его и без того спутанное сознание. Мясные батальоны наскребали по всей пещере, но в достаточном количестве так и не наскребли. Слухи о восьмидесяти тысячах корейцев от Ким Чен Ына оказались враньем. И тогда было принято решение отправить на фронт срочников под легендой выполнения легких задач. А как еще срочно наберешь нужное количество организмов, если зрелое мясо не хочет лезть в мясорубку даже за приличные деньги? Не ржет маршал Конев в ставке путла командующего. И даже упырь Пригожин понимает — всем грешным черепом по щам прилетит капитально. И готовится, игриво почесывая кувалдой выхухоль Миронова. Он явно готовится к внутрипещерным процессам, которые запустятся очень скоро и отнюдь не по отмашке Путина. Недаром же в Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая. Здесь точно знают, что к этой дате потешные марши превратятся в позорное отползание раком. Подрагивает Лукашенко накануне потребовавший от Шойги стопроцентных гарантий защиты территории Белоруссии как своих собственных. Тупой Клубин не понимает — если расисты начнут защищать его как самих себя, начнутся белгородские хлопки и брянские визиты. Но уровень хитрожопости пока позволяет Бульбашеску зависать между двумя стульями, многообещающе подмигивая угрюмой пацанве. Та обещание глотает, но зубами уже скрижещет. А в это время проклятые американцы то ли троллят своими сливами пещеру, то ли играют всерьез. По итогам спуска информации в канализацию, выяснилось, что вся коллекторная разведка, включая Генштаб Минобороны, прослушивается и просматривается спецслужбами США. И нет такой скалы в пещере, откуда не торчали бы уши любознательного ЦРУ. Проклятые америкосы даже в курсе того, что президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси приказал своим подчиненным тайно произвести до 40 тысяч ракет для скрытой поставки в Россию. При этом хитро сделанный египтянин дал указание чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете, дабы избежать проблем с Западом. Ведь Египет является крупным получателем помощи от США. И теперь вся эта лепота, скорее всего, закончится санкциями. Пляшивая дружба всегда возвращается бумерангом. Но что вам, Египет-Махнатики? Там тепло, и все фараоны давно разложены по своим пирамидам. А у вас Путанхамон неугомонный решил капзонироваться со всем своим населением, галантно пропустив его вперед. И главное, даже жаловаться государству на беспредел скоро станет небезопасно. Депутат Госдумы Евгений Марков предложил наказывать граждан за злоупотребление правом подавать жалобы в государственные органы. Подобные письма, по его словам, распространяют порочащие сведения и вызывают бумажные войны. Зачистили скрипошары со своими челобитными. Ишь, распустили сопли, пока другие по пакетам фаршируются. Всех на фронт, всех под ружье. Сказано же, времена наступили мясные и стрёмные. Так что прожаривать будут через одного. Новый фарш пришел на смену новой нефти. Ваше дело подыхать, а элитки займутся очередным переделом. Потому что только слепошарый не видит, что геополитический гений увядает с каждым днем, неся на себе печать гаакского проклятия. А тут еще секретарь СНБО Данилов нервирует заявлением, что решение о наступлении будет принято в последний момент. И каждый глист зигующий застыл под напряжением, пытаясь уловить сакральный момент, когда начнется самое главное. А ведь томительное ожидание тоже изматывает. Так что к моменту судьбоносного прилета по щам морда будет уже дряблой и кислой. Недолго мучился Мохнатик под артобстрелом ВСУ. Агония вступает в финальную стадию Гойды. Живой труп устрашающий гримасничает, угрожающе кривляется и оглушительно хрипит. Заложный, окропи его святыми хайморсами. Пентагон тебе в помощь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова